Дмитрий Гришанин. Миры Артёма Каменистого. Стикс. Рихтовщик. Книга пятая. Солёные брызги ярости. Пролог. Слеза чудом успела увернуться от кинжалов, жаждущей мщения фурии, и крикнула ей. «Я убил арихтовщика!» Сработало. Удалось ошарашить противника. Ещё мгновение назад, готовая к продолжению атаки, белка тормознула бешеный натиск, и вместо очередного удара глухо прорычала. «И почему?» «Пришлось. Он кислотой сильно ошпарился», — охотно ответила слеза. «Будто целое ведро на себя вылил. Уж не знаю, где он её в ванной раздобыл». «В ванной?» «Ну да». Рихтовщик пошёл мыться. Включил душ, но почти сразу же его выключил. И вдруг страшно заорал. Я ворвалась к нему. Увидела рихтовщика в луже крови, всего в язвах от кислоты. От него дым валил, как от чадящего жира на сковородке. Кислота продолжала разъедать его тело прямо у меня на глазах. «И ты добила его?» «Да. Из гуманных соображений. Он был обречён. Спасти его было невозможно». «А мне зачем всё это рассказала?» «Ну, вы же с ним были друзьями». «С чего ты взяла?» — рыкнула кваз. «Белка, у меня проблемы. Прошу тебя, как друга рихтовщика, помоги мне». «Да ты овца в натуре оборзела!» «У меня жизненно важное задание. Мне нужен быстрый кач. Последние два дня рихтовщик был моим напарником, и с ним прокачка уровней шла как по маслу. Но случилось несчастье, и я осталась без напарника. Если ты как друг рихтовщика сейчас заменишь его, поверь, он это оценит». «Ну ты и сука!» «Я послала тебе приглашение вступить в отряд». «Млядь! И где ты тут собралась искать тварей?» «А мне не придётся никого искать». «В смысле?» «У меня есть один хитрый дар. Называется «лакомый кусочек».» Рация на столе снова требовательно заверещала. Скальпель надавил на кнопку приёма и, склонившись над микрофоном, спросил. «Что там у тебя?» «Из номера рихтовщика только что раздались выстрелы», — доложил блоха. «Так, кажись, началось», — хмыкнула ртуть и знаком показал помощнику продолжать разговор. «Долго стреляли. Из чего?» — засыпал вопросами скальпель. «Нет, быстро. Как из автомата. Пять выстрелов отбарабанили. Но по звуку они больше на револьверные были похожи». «Пастух», — одними губами обозначил имя скальпель. Ртуть кивнул. «А после выстрелов? Чё там? Как?» — продолжил допрос скальпель. «В номере тихо стало, как в могиле», — откликнулся сквозь шум помехи с динамика блоха. «Шеф, может, послать человечка, чтоб проверил? У меня в Малине несколько парней неподалёку квартируют. Я по рации могу напрячь». Ртуть отрицательно покачал головой. «Блоха, давай без самодеятельности», — подпустил в голос металла скальпель. «Просто наблюдай». «Всё, понял, шеф». «Девки-то там как?» — спросил скальпель. «Твари перебили. Теперь споровики их потрашат». «Ладно, наблюдай дальше и держи нас в курсе. Всё, отбой».